Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Лев Бахолдин и Светлана Ладина. Поздравляем всех с Днём Святой Равноапостольной Княгини Ольги. Поздравляем и предлагаем посвятить сегодняшнюю программу бабушкам. Не будь у князя Владимира мудрой, верующей бабушки. Кто знает, какую веру он бы избрал. В советское время роль верующих бабушек была неоценима. Святейший патриарх Алексей I сказал об этом «белые платочки спасли церковь». Наверняка у многих из нас были, а может быть и есть, верующие бабушки, которые когда-то наставили в вере, рассказали о Боге, привели в храм. Давайте вспомним наших бабушек, их добрые дела. Ждём Ваше честное мнение. Звоните нам по телефону студии 8-343-379-6570. Успевайте писать в ВКонтакте, в Фейсбуке, на форуме телеканала «Союз». Впрочем, Вы уже написали немало сообщений. Я думаю, что мы сразу же начнём их читать. Передадим только привет нашим бабушкам, моей бабушке огромный привет, моей бабушке Ане, моей бабушке Любе большой привет. И действительно хочу сказать, что современное молодое поколение, если и может спастись в вере, то, наверное, в основном благодаря бабушкам, которые сохранили её и пронесли через вот это советское время. А я передаю привет своей бабушке вере. И начинаем знакомиться с историями наших зрителей. Надежда К. пишет на форуме телеканала «Союз». Добрый день. Моя прабабушка по маминой линии 7 лет прожила в монастыре перед революцией. Её выдали замуж за благочестивого человека, раненого, вернувшийся с войны. И по отцовской линии прабабушка в конце жизни ушла в монастырь. Это я к тому, что в нашей семье вопрос о существовании Бога даже не обсуждался. Мы с младенчества наизусть знали основные молитвы. На момент моего рождения жива была только мама моей мамы. Она дожила до 90 лет, родив семерых детей. Двое умерли в разном возрасте. Бабушка очень почитала Богородицу. По молитвам к ней изменился дед. Перестал выпивать и руки распускать. Она говорила «Всегда читай, Богородица, Дева, радуйся, и все печали уйдут. Сейчас в живых нет ни бабушек, ни родителей. Царствие им небесное». А о том, какая я, бабушка, хотя мне 41 год, но у меня уже двое внуков, судить будут сами внучата. Ой, я так люблю, когда нам надежду пишут, потому что это всегда очень искренне, тепло и здраво. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите вы в эфире, мы вас слушаем. Спасибо вам большое. Мне можно говорить? Да, да, да. А только давайте сначала познакомимся. Ага. Значит, добрый день вам. Вас беспокоят с Северного Кавказа. С Соловикавказовым звонок. Говорит с вами Людмила. Вы знаете как, я вот что вам должна сказать. У нас в семье верующих бабушек не было. Но все дело в том, что я сама бабушка. Не так давно стала. И я к вере пришла очень сравнительно недавно. И я понимаю всю, весь смысл, как вам сказать, всю важность. Вот это, всю важность, значит, веры. Бабушка или дедушка, кто-то должен в семье верить обязательно. И молиться за своих внуков, детей обязательно, чтобы Господь им даровал не только здоровье. Понимаете, как говорится, жизнь вечную. У меня вера слабая, я каюсь, как говорится. У меня, я волнуюсь, простите, вера слабая у меня. Но я стараюсь молиться все равно, как могу. Как могу стараюсь молиться за своих детей. У меня очень болен внук, к сожалению. Очень болен. Ему скоро 4 года. И я очень много молюсь. Моя дочка много-много делает для него. По врачам все лодит. Я понимаю, молитва тоже нужна. Но если это можно, я бы тоже просила бы ваших святых молиться за Константина. Молитва нашего. Помоги Господу, владенчику Константину. Мы очень просим наших зрителей тоже помолиться за малыша. Спасибо вам, Людмила. Помоги Господь вам быть хорошей бабушкой. И всего доброго в вашей семье. Вот, кстати, Людмила еще сказала об очень важном аспекте. Ну, во всяком случае, это хотя бы пунктиром, но прозвучало. Мы ведь современные бабушки. Вот мы уже не будем такими, знаешь, вот уютными, в платочках, домашними. Я вот себя такой не представляю. То есть я готова, например, водиться в перспективе с внуками. Не очень уже. Я готова водиться в перспективе с внуками. Я как бы еще не забыла, как это делается. Но вот этой вот домашней, уютной бабушкой с пирожками, я не знаю. Ну, смотри, церковь нас как учит? Подавать пример веры. То есть обязательно, если мы хотим привести другого человека, особенно близкого, семейного человека нашего к вере, мы должны сами являть собой тепло, уют, доброту, все то хорошее, что приходит ему в голову. И, конечно же, бабушки должны быть такими. Они и будут такими. Я не могу представить, чтобы современные бабушки вели себя вот так вот, как современная молодежь. Люди взрослеют, набираются опыта, набираются мудрости и проявляют потом теплоту и заботу о своих внуках. Между прочим, знаешь, какая есть тенденция? Когда бабушки не хотят, чтобы их называли бабушками, внуки, а называли бы по имени. Это такое западное вение, которое совершенно, по-моему, разрушает вот эту теплоту. Да, распространять. У нас звонок? Коллега, у нас звонок. Алло. Добрый день, Лев и Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел, знаете, о чем вам сказать? О какой вере, которую сохранили, о каких вы бабушках говорите? Вы представьте на минуту, те, кто родились в 30-м году, сейчас им уже за 80 лет. Но это были полные пионеры, комсомольцы и прочие. 30-е годы, разгар богоборчества и большевизма. Кто мог сохранить ту веру? Тех бабушек уже давно в помине нет никого. А это новое уже, то есть со временем, после 90-х годов, что поднялось какое-то. А те, кто сохранили веру, и в семьях она передавалась, и таких единицы по пальцам. О чем можно массово говорить? А эти бабушки, они этого не знали ничего. Евгений Александрович, хорошо, что вы позвонили. Мы как раз у вас хотели спросить. Вы человек начитанный, я знаю. Мы подняли эту тему не просто так, а в честь равноапостольной княгини Ольги в Святом Крещении Елены. Хотим, чтобы вы какой-нибудь комментарий по этому поводу сказали. Как вы считаете, если бы Ольга не крестилась, не наставляла, соответственно, в вере свою семью, свое государство относительно молодое, приняла бы Русь в Святое Крещение или нет? Да это, кстати, другая ситуация. Ну вот интересно ваше мнение на это еще. Во времена княгини Ольги не было большевиков. Если бы были, никакой веры вообще близко не было у нас. Евгений Александрович, ну вы даете, а папа-то у князя Владимира, она же даже внучка, которого до 9 лет выращивала, покрестеть боялась, потому что сын-то был такой ярый язычник, что просто мама не горюй. По моему мнению с коммунистами язычники это ангелы. Что такое язычник? Это язык, а слово язык, народ. Это то есть народники. Там же это же не бандиты какие-то язычники. Ну ладно, хорошо. Спасибо, Евгений Александрович. Я просто хочу, не будем спорить, я отсылаю всех наших зрителей к программе «Уроки православия» нашей замечательной Ольги Валентиной Баталовой, которая вышла в эти дни, которая посвящена княгине Ольге. И вот там идет подробный исторический анализ того, почему же все-таки Ольга приняла христианство. И это не только там какие-то политические, экономические причины. У нее был, что называется, экзистенциальный кризис. И заключался он в том, что она не могла до конца принять и исполнить всех тех языческих обрядов, которые полагались ей как вдове. И это было очень страшно. В общем, посмотрите «Уроки православия» о добром, о хорошем. Потому что у нас очень много сообщений от зрителей, хочется всех успеть прочитать. Да, хочется будем успевать. Ольга пишет на форуме. «Здравствуйте, моя бабушка была верующая и всегда водила меня в храм. Благодаря ей я приобщилась к церковной жизни и узнала много церковных молитв. Я очень ей благодарна, что она укрепляла меня в вере Божьей». Ольга благодарна своей бабушке. А Ольгу мы, кстати, поздравляем с Днём Ангела сегодня. Да, с Днём Ангела. Ну, и Елену тоже. «А моя бабуля, пишет Дарья, была очень доброй и простой, и всегда молилась перед сном очень долго. Так я её запомнила по детским впечатлениям». А это, как мы знаем с вами сегодня, очень важно, что ребёнок в детстве видит. «Я знаю, что Библию она читала и, конечно же, ходила в церковь. Но я не могу сказать, что именно благодаря ей я приобщилась к церкви и вере. Но имя бабули само за себя говорит. Вера Константиновна». Да, а при крещении равноапостольной Ольги восприемником был император Константин. А дедушку звали Владимир Владимирович, царствие им небесное. Сегодня именина у моей дочки Ольги. Поздравляем её тоже. У нас на Фейсбуке есть два замечательных мнения. Владимир Зангиров пишет. «Честно, всё так и было. Ольгу Зангирову крестила бабушка Марина Васильевна Токарева. А крёстной была её подруга Ольга Першина, царствие им небесное. Бабушка Марина носила младенца Ольгу в храм. Последний раз, но покров. Причастилась и отдала Богу душу. Крёстная Ольга перед кончиной благословила крестницу Ольгу. Соседская бабушка Анастасия Баженова читала каждый вечер Святой Евангелии и говорила, «Девки, Бога, бойтесь!» и угощала всю детвору пирожками. Напомин, вечная им память. Владимир, спасибо. И здесь же на Фейсбуке Татьяна Малашко. «С детства помню, как моя прабабушка с восходом солнца тихо молилась на коленях перед образом Иисуса Христа. Моей семье никто так не веровал, как она. Теперь я в своей взрослой жизни стараюсь следовать бабушкиному примеру. Это внутренняя потребность. Вот такой пример бабушки Харитины, царство ей небесное. Ну вот, а вы говорите, не те бабушки. Да как же не те? Вот же они. Вот же они. Ну, Евгений Александрович говорит, единицы. Ну да. У нас звонок? Считаем десятки. Алло, у нас звонок? Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Я из Свердловской области. С Днём Ангела вас поздравляю. С именинами. Спасибо большое. Спасибо. Я сегодня причастилась. Так что все слава Богу. Я вот что хотела вам рассказать о своей бабушке, которая на Украине. Я была некрещеная. У меня, оказывается, дедушка пел и читал в церкви, но мама учительницы скрывала это от меня. Я узнала об этом только в 2002 году, когда уехала на Украине. И, оказывается, наша родня гордится моим дедом, что он пел и читал в церкви. Моя бабушка, я помню, из детских рассказов, она не принуждала меня к вере, но я помню её рассказ, как они вот осенью в церковь шли босиком, а ботинки несли на плечах, на шнурках. И перед заходом в храм они мыли ноги и заходили в храм в ботинках, чтобы не испачкать грязными ногами пол в храме. Вот оно где-то мне запомнилось, и я вот сохранила такое мнение. А о себе я, как 4-летняя бабушка, я хочу рассказать вот что. У меня предпоследний внучок, трёхдневный, его вы принесли из родилки, родители там на кухне стали стол собирать, а я его поднесла к иконам и стала читать с ним на руках отчина. У него глаза в разные стороны вращались, но как только зазвучала молитва, вдруг у него глаза, понимаете, как выстрелили. Истрелили мне в рот. И он уже не отвёл глаз от моего рта до окончания молитвы. Поэтому даже такие открощие знают христианство, хотят, видимо, быть христианами. Просто мы не всегда это замечаем. Ну стараемся во внуках поддерживать. Бабушки лучше других замечают. Молимся за родителей, за тех, кого нет дома с внучатами. Ну вот так вот, по мере своих слабых сил. Спасибо вам, бабушка Ольга. Лёшка, давай успеем зачитать всё, что ВКонтакте написали, потому что очень интересно на самом деле. Аня Шелагина пишет. Не читали ещё? Нет. «Добрый день. У меня обе бабушки верующие, но, скажем так, по-разному. Первая бабушка ходит всё время в церковь, на службы, помогает убираться в церкви. В своё время привела и моих родителей в церковь. А с ними, получается, и меня с братьями. Но вела себя всё время строго. Делала замечания, если мы начинали разговаривать или хотели посидеть во время службы. А вторая бабушка в церковь не помнит, чтобы ходила, но знает, что она тоже верующая. Была такая страшная история, мне рассказывала мама. Мой дядя, сын второй бабушки, был трактористом, и во время службы отправили его и несколько других человек пахать землю, на которой находилось кладбище. Вернулся дядя с армии, но встать с кровати не может, речь пропала. Господь всемилостивый, бабушка днями и ночами сидела над сыном и молилась, и молитвы были услышаны. Вот какие у меня воспоминания. Видишь, тоже очень сильные воспоминания из детства, связанные с переживаниями. Аня, спасибо вам. Даша Копленко пишет, что у меня бабушек целых три, но так получилось, что сознательных воцерковленных христианах среди них не было. Бабушка по маминой линии воцерковилась только несколько лет назад, слава Богу. А вот двоюродная бабушка, дедушкина сестра, моя крестная, до сих пор не в церкви. Крестная. Страшновато за нее, совсем старенькая она, уже около 90 лет ей. И ведь не знаешь, как помочь человеку прийти к Богу. Она жизнь прожила, она мне пеленки меняла и с ложечки меня кормила. Кто я, чтобы учить ее уму-разуму? Когда в последний раз была у нее в гостях, чуть больше года назад, предлагала пригласить священника для исповеди и причастия. Ну что значит, кто я? Мы только недавно ребята обсуждали, что крестные дети тоже учат своих крестных родителей. Так что все нормально, можно учить. Она отказалась. Наверное, сработал стереотип, что якобы священника приглашают только перед смертью. Конечно, переживаю за нее, но у Бога ведь все предусмотрено. Если моя крестная до сих пор жива, значит Господь в ней не отчаялся. Даст Бог, и она спасется. Ну а третья бабушка, родная по папиной линии, настроена категорически против церкви. Ну и дальше Даша описывает, как ведется с бабушкой работа. Даст Бог, прорастет в его душе семечко веры. У нас звонок. У нас не звонок, у нас времени нет. Хочу стать бабушкой настоящей в платочке с чистым сердцем. Вот видишь, а ты стесняешься. Хочу бегать с внуками и смеяться тому, чему смеются внуки. Хочу стать Божьим одуванчиком, а не колючкой репейником. Колючкой репейником, простите. Хочу дожить до того возраста и состояния души, когда мне доверили бы храмовый подсвечник. До того возраста и состояния. С вами был Лев Бахолдин и Светлана Владимировна. И программа «Честное мнение» даст Бог завтра. Увидимся.